С исторической точки зрения, да, я хочу об этом упомянуть, потому что они всегда ведут себя как жертвы. Да, без сомнений. Нет сомнений в том, что... Когда мы вели себя как жертвы? Мы не жертвы. То есть, когда Гитлер убивал евреев, вы не были жертвами? Да, но мы не говорим о Холокосте. Дай мне закончить. В Израиле мы не были жертвами. Прошу, уважай нашу дискуссию. Я уважаю тебя, поэтому я не кричу на тебя. Я покажу вам с исторической точки зрения. Говоря исторически, не было людей, которые убивали и насиловали, как еврейский народ. Что? Мне показать тебе. Открой Ветхий Завет. Давай посмотрим. Давай посмотрим, кто, согласно Библии, больше всех убивал и насиловал. Давайте проясним претензию. Да, да. Не было таких людей, которые убивали и насиловали столько, сколько еврейский народ. Да, в Библии, в Ветхом Завете. Я покажу. Ты имеешь в виду за всю историю? Да, за всю известную историю не было людей, как вы, которые убивали женщины, детей и младенцев. Хорошо. Я покажу тебе. Прочитай. Я покажу тебе. Я покажу тебе. Что ты думаешь об убийстве младенцев? Мусульмане, ответьте мне, что вы думаете о убийстве детей и младенцев? Запрещено. Это харам, это запрещено в исламе, пророк Мухаммад запретил это. В иудаизме это тоже запрещено. Хорошо, давай посмотрим. Это заповедь, не убей. Хорошо, хорошо. Давай посмотрим. Мне нравится открывать глаза людям, давайте прочитаем для них. Знаешь, поэтому они не учат вас реальности вашей книги. Кто они? Ваши раввины, учителя и другие. Ты ходил к раввинам? Я ходила много раз. Я разговаривал с раввинами. Слушайте, слушайте. Извини, брат, чуть не положил его в себе в карман. Алжирский стиль. Так, первая книга царств, глава 15. Самуил сказал Саулу, слушайте внимательно. Господь послал меня помазать тебя царем над народом Израиля. Да, теперь послушай голоса Господа. Господь Всемогущий говорит, я видел, что делали амаликитяне, и как они пытались остановить израильтян, когда те выходили из Египта. Теперь иди и сразись с амаликитянами. Ты должен полностью уничтожить их и все, что им принадлежит. Никому не давай пощады. Убей всех мужчин, и женщин, и детей, и даже грудных младенцев. Да, убей всех коров и овец, всех верблюдов и ослов. Ты только что сказал мне, что в иудаизме запрещено убивать детей. И я показал тебе. Что это за книга? Это китайская книга. Нет, нет, нет. Это первая книга царств. Давай вернемся к начальному пункту. Нет, нет, не меняй тему. Нет, нет. Прочитай вот здесь. Мы только что прочитали. Как вы можете говорить, что это нормально? Нет, нет, давай вернемся. Нет, не возвращайся, прочитай. Я прочитал, я принимаю это. Подожди. То есть ты солгал мне, когда сказал, что в еврейском учении нельзя убивать детей? Я сказал, что вам нельзя убивать. Но здесь сказано убей. Но на войне можно. Как ты можешь убивать детей на войне? Дети не имеют к этому никакого отношения. И так же ослы. Хамас убивает детей на войне. Хамас? Я не поддерживаю Хамас. Ты сделал. Где я говорил про Хамас? Подожди, подожди. Я поддерживаю моих палестинских братьев и сестер, которые борются за свою свободу, а не Хамас. Хорошо, давай вернемся. Подожди, подожди. Нет. Подожди минутку. Давай вернемся к начальному пункту. Сначала послушай. Мы уже прочитали, у меня нет с этим проблем. Подожди, шаг за шагом, чтобы понять твои утверждения. Да. То есть у тебя нет проблем с убийством младенцев? Неверно. То есть у тебя есть проблемы с этим? Да. То есть твой бог ошибался, когда он давал это повеление. Извини. Твой бог, когда он сказал убивать детей, он был неправ? Да, я не верю, что это божественно. О, ты не веришь. А ты веришь, что это божественно? Нет, но я скажу. Этот парень только что отверг Туру. Знаете, Аллах говорил правду. Аллах рассказал правду о них. Знаете, когда им что-то не нравится из Писания, они отвергают это. И то же самое случилось во времена пророка Мухаммада мир ему, когда они отвергли самого Моисея мир ему, потому что он был против них. Прошу, давай вернемся к начальному пункту. Позволь ей сказать, что она хочет. Нет, давай вернемся к начальному пункту. Ты сказал? Да. Ты сказал, что никто не убивал? Откровенно говоря, я не хочу говорить с тобой, потому что ты несколько раз солгал мне, и я разоблачил тебя. Ты нечестен. Ты сказал мне, что согласно учению иудаизма, тебе не дозволено убивать детей, и я показал тебе из Библии. Хорошо, нет проблем, я был неправ. И когда я сказал тебе, когда британцы колонизировали Палестину, она не называлась Израилем, но это была Палестина под правлением Османской империи. Я был неправ. Я был неправ. Хорошо, альхамду лилля. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Оригинальным пунктом было то, что никто не убивал и не насиловал столько, сколько это делал еврейский народ. Так, позволь мне показать тебе еще больше. Подожди, подожди, я могу закончить свою мысль? Почему тогда ты меня останавливаешь? Я могу закончить свою мысль? Хорошо, закончим. Хорошо, это было утверждение? Да. Так что теперь я действительно утверждаю, что коммунисты или нацисты убивали и насиловали больше людей, чем еврейский народ. Пожалуйста, предостав мне доказательства. Хорошо, так что... Если ты не сможешь, признай, что ты был неправ, а я прав. Нет, нет, нет. В Ветхом Завете, всем пророкам Библии, им было приказано убить женщин и младенцев и детей. Ладно, подожди, подожди. Позволь мне закончить, позволь мне закончить. Коммунисты, как долго они существовали? Может быть, 70, либо 100 лет. Но со времени пророка Якова, доходя до Иисуса, мир ему... То есть Дэниел, Иремея, Самуэль, Соул... Все они, каждому пророку, было приказано убивать младенцев и детей. Сколько это продолжалось? Это продолжалось почти 3000 лет. То есть ты говоришь мне, что если я буду убивать на протяжении 3000 лет мужчин, женщин и детей, я не убью больше, чем кто-либо. Извини, я говорю, если я буду жить на протяжении 3000 лет... Почему 3000 лет? Потому что от Якова до Иисуса, мир ему, примерно 3000 лет. Но тогда правили римляне. Я говорю то, что было до них. Им было велено убивать. Я покажу тебе из твоей Библии. Поэтому ты меня остановил. Я покажу тебе больше. Позволь мне показать ему больше. Нет-нет, позволь мне показать тебе еще больше. Извини, как тебя зовут? Юав. Юав, рад познакомиться, я Шамси. Прошу, не принимай это так, как будто я пытаюсь унизить тебя. То, что я пытаюсь здесь установить, это то, что происходило много раз. Особенно в западном мире. Ты не сочувствуешь евреям. Знаешь, если ты не сочувствуешь евреям, ты злой человек. Потому что их угнетали, и с ними делали то и это. Нет, была война, в которой убивали евреев. Позволь мне закончить. Я покажу вам, почему. В парке ораторов вы можете говорить все, что хотите. Но снаружи парка ораторов, если вы будете отрицать вторжение французов в Алжир, с вами ничего не случится. Но если я буду отрицать Холокост, что случится со мной? Скажи, что случится со мной? Расскажи им. Холокост, согласно британскому закону, если я выйду за границы парка ораторов и начну записывать себя, и скажу, что Холокоста никогда не было, и что это ложь. Как ты смеешь? Как ты смеешь такое говорить? Послушай, как ты смеешь? Ты знаешь, сколько людей было убито в Алжире? Я никого не убивал. Не говори мне, как ты смеешь. Никогда не говори мне этого. Никогда не говори мне, как ты смеешь. В любом случае, я говорю уважительно. Не говори мне сравнивать то, что происходило с моим народом на протяжении 132 лет, в то время, как те же французы и американцы и британцы праздновали победу над Гитлером. Ты знаешь, что они делали? Они убивали мой народ в Алжире. Никто это не отрицает. Да, не говори мне о моем народе. Как ты смеешь? Скажи мне, почему французы, которые помогали тебе, и в то же время убивали мой народ? Мы не французы. Нет, я спрашиваю, можешь ли ты объяснить мне, почему французы в 1945 году устроили геноцид в моей стране, и в то же время они помогали вам против нацистов? Скажи мне, как ты можешь объяснить это логически? Французы даже не могли сражаться против нацистов. Нет-нет, ты даже не можешь ответить. Можешь ли ты ответить мне, почему французы и американцы и британцы сражались против нацистов, и в то же время французы и британцы убивали мусульман в Пакистане и в других арабских странах? Это не имеет отношения ко мне. Но разве это не двойные стандарты? Нет, мы не французы. Я не француз. Я не говорю, что ты француз. Я спрашиваю твое мнение. В любом случае, скажи мне твое мнение. Что ты думаешь о людях, как французы и британцы и американцы, когда они сражались против нацистов? Потому что нет сомнений в том, что они также сражались за вас. И в то же время они убивали мусульман в мусульманских странах. Что ты думаешь об этом? Что я думаю насчет того, что Запад убивал мусульман? Да, разве это не лицемерие? Это плохо. Разве это не двойные стандарты? Конечно, это двойные стандарты. Хорошо, а теперь ответь мне. Что ты думаешь, если я выйду за пределы парка ораторов и стану отрицать, что французы оккупировали Алжир на протяжении 132 лет? Но если ты не... Прошу, позволь мне закончить. Это твоя сестра? Она моя кузина. Аль-хамду лилля. Ау-зубилля. Я шучу. Прошу, сэр. Аль-хамду лилля. Я шучу, я шучу. Она очень хорошая женщина. Иншалла, пусть Аллах наставит ее на прямой путь. И пусть она станет мусульманкой. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.